Доброе утро! Сегодня 3 ноября 2018 года. У нас, Наташечка, Экадыши. Да. Экадыши. Вот только соберёшься, муж уехал. Я утром проснулась такая, что-то хотела сказать Саше. Потом, ой, он же уехал, загрустила. Только собралась предаться тихой грусти, погулять по океану, под домом. Ириночка! Мы пришли сюда веселись. Даже не погрустить с такими веселыми друзьями. Кофе пришлось налить в бутылочку. Пошли веселиться. Так, я взяла вместо всяких разных шортиков Парео, можно на нём лежать. Так, что у нас сегодня с океаном? Я, видите, уже Ганешика вынесла работать. Сложила туда телефон. А ты купила, да? Я купила за 150. Good morning. Ура. Да, да. Натальичка, я беру с собой Джио. Будет интернет за нами ходить. Села под домиком. Интернетик ловит. Интернетик ловит. Давай, давай, он с нами. Пошли. Какой сегодня у нас океан тихий? Тихий. Индийский океан тихий. А я посидела утром на веранде, выпила чашечку кофе. Наталья мне разрешила. Сегодня рама и кадыши, по-моему, да? Но их в трех вариантах можно исполнять. Совсем новеньким можно и пить водичку, и даже немножко фруктов, да, как я? Фрукты и овощи чуть-чуть можно. Да? Главное, злаковые напишись. И самое главное, чистить свои мысли и находиться в молитвенном состоянии. Отлично. Возвышенном, возвышенном таком. О, смотри, три корабля. Да. Кстати, они же здесь есть. Ой, не три, а шесть. Посмотрите, эскадра кораблей. Кстати сказать, опять я забыла. Да что ж такое-то? Слушайте, секундочку, я вернусь за большой камерой? Давай. Целая флотилия. Медленно так жужжат. Да. Как-то страшно. Это рыбацкие, да? Надеюсь, не пиратские. Сейчас я приближу и увижу. Смотри, как моторы работают. Тут такой прямо стройной колонной. Я вот, знаете, я вспомнила, я когда писала в 2012 году, в октябре, список, что мне надо, какой мужчина должен быть в моей жизни. И я такая, у меня была такая, вот я уже говорила об этом один раз. Что вот такая картинка в голове. Море или океан, песчаный берег. Я вот занимаюсь йогой на берегу океана. Рядом сидит собачка. И мой любимый мужчина, которого на тот момент еще не было, вот ждет меня, стоит с чашечкой чая. Или прогуливается туда-сюда. Вот. Это в октябре написала. В ноябре встретила Саши 2012 года. И потом, через год, в 2013 мы поехали с ним. Я уже все это забыла, весь свой список. В 2013 году мы поженились. И вот сюда приехали. Мы не в Гуа приехали, а сюда в Гукарну. Как раз вот в этот вот гестхаус Флава Гарден. Я по утрам занималась йогой. Выносила свой коврик сюда. Вокруг меня собачки вот эти вот бегали. А Саши каждое утро брал бутылки пустые с водой. И шел туда на гору в Рама Темпл. И однажды он вышел, тоже с чашкой чая, стоит. Вокруг него собачки, вокруг меня собачки. И у меня вот такой раз в мозгу просветление, озарение. Думаю, вот эту же картинку я для себя рисовала. Я мужчина, со мной любимый. Берег океана, песок, собачки. Вот. Ну что, не мои собачки. И оказывается, я ее, видимо, так хорошо визуализировала. Вот, кстати, вот там такой луч солнца красивый. Там, не знаю, попробую сейчас приближу к другой камерой. Он как бы радужный, кусочек радуги. Если она там, значит, где-то должно быть продолжение, окончание этой радуги. Сейчас поищем ее большой камерой, эту радугу. Радуга, радуга, да, я ее приближаю. Пытаюсь поймать, пройтись по радуге. Да, это очень хороший знак. Отличный знак, вообще. Отличный знак. Благословение. Ярче стало. У нее же должен быть хвостик. Окончание где-то должно быть этой радуги. Вот я посмотрю. Вот не видно, начало есть, а где вторая половинка? А сколько там птиц летает вокруг этих кораблей? Значит, точно они рыбу ловят. Они садятся, птички, наверное, на палубу и тоже свою долю отнимают. Смотрите, сколько птиц постаралась приблизить на максимум вокруг рыболовецких корабликов. А сколько время? Саши, наверное, скоро в Бангалор приедет. Да, да. Я телефон взяла. Сейчас я ему звонить буду. 7.15. 7.15, да. В принципе, наверное, сейчас самое прибытие. Надо подождать чуть-чуть. Он там грузится. Отельчик найдет. Тогда можно звонить. Хотя можно и сейчас попробовать. Восток. Вот с той стороны сам восход не видно, начало. Но вот сейчас он как раз очень красиво. Между пальмами солнышко сияет. Самые любимые красивые виды из Индии – это когда солнце между пальмами. В общем, нам сегодня повезло с пейзажем. Во-первых, волна небольшая. Сейчас будем купаться. И такой интересный пейзаж. Прямо тихое-тихое море. Или даже океан. И десятки-десятки-десятки корабликов. Да еще и радуга. Это прям вот прям так приятно. Правда, Наталья? Исключительно. Исключительно. Я пошла, положу свои камеры. Волна иногда так наскакивает, что нет-нет, да и чуть не до отеля долетает. Надо убрать. Боюсь, как бы не замочила. После того, что я с компьютером сделала, я уже стараюсь быть бережной-бережной. Что за помутнение в мозгу наступило. Как можно подушки положить на компьютер. Вот правда какое-то странное состояние. Таких хороших соседей я их даже не вижу. Что-то как-то пасмурно стало. Но это и хорошо, конечно. Когда солнечный денечек, обгореть больше шанса. Благостная картина. Женщина сидит, медитирует. Собачка лежит. Тоже медитирует. И в океане, вон, если видно, то голова. Кто-то один купается. Вот на всем тут побережье. Смелый человек. Иду к девчонкам. Саши позвонил только что. Говорит, приехал. Расположился в отеле, в котором мы с тобой, говорит, когда-то года два назад были. 900 рупий всего комната. Сейчас отосплюсь. Он сказал, я показал парня на ресепшене. Вот. Что случилось с моим экраном, с моим ноутбуком. Ну, тот парень говорит, ну, такое должны починить. Такое здесь чинят. Не знаю, говорит, за сколько. Я очень-очень, конечно, надеюсь. У меня прямо аж такая... И надежда, и сомнения в душе. Ну, вот хоть бы, хоть бы, хоть бы починили. Здесь же даже компьютер с русской клавиатурой, если что, не найти. Ну, вообще к своему привыкла. А там еще столько информации. Мне так жалко, если это все бы ненароком вдруг уничтожилось. Хотя все в жестком диске. Его все равно, наверное, можно как-то выковырить. Вот. Ну, будем ждать, молиться. Я с Сашей говорю, пойду. Пойду сейчас молиться к священному озеру. Коти Тиртха, по-моему, называется. Это священное озеро, из которого вышел Шива. Вот какое здесь место священнейшее. Рыбу принесло. Я думаю, собачки ее съедят. Или котики. Иду в отель к девчонкам. И вот, смотрите, как... Как это трогательно. Разложили прямо возле входа такую экибану из цветов. Жасмин свежий. Правда же чудесно? Это говорит о том, что... Вот такая вот нежная, тонкая душа у хозяина отеля или у кого-то, кто ухаживает. Наталья на престоле? Саши позвонил. Все, приехал. Хорошо. Сейчас два часа будет спать. Потом едет в рынок. Что ты делаешь? Читаю книгу Фрэнка Тинслоу. Синкрет мгновенного исцеления. Квантовая синхронизация здоровья. Я в оморке. Ну, типа, как, наверное, Тета Хилинг Ваяна Стайбл или Виана Стайбл. Не знаю. Начала только читать. Квантовая, да. Бывает сразу раз резко. Это работает. Во всяком случае, вот Тета Хилинг я пробовала. У меня произошло мгновенное чудо с одной вещью. Ну, вот, во всяком случае, вот такая. Ну, покажи хоть начало. Может быть, кто-нибудь заинтересуется. Меня потом спрашивают. А я вот так вот раз и сделаю скринчик. Фрэнк Кинслоу. Секрет мгновенного исцеления квантовая синхронизация здоровья. Молодец! Не забудьте, ты мне еще хотела кое-что рассказать об Орионе. Орион. Любимые мои созвездия. Да, первый раз я как-то осознанно услышала Орион, когда я огнейогу изучала и вот получила Николай Рерих камень Чинтамани с Ориона вот такой вот. И это дается людям, которые огромное влияние оказывают на историю. Не каждому даже вот в существующее время дается, допустим, там самым-самым ведущим людям. Вот. И им тоже был прислан этот камень Сориона. Их говорят несколько. Там самый главный он там в Белом Братстве, в Шамбале. Да, и когда мы с тобой познакомились, да, и ты мне такое интересное стихотворение прочитала, как воспоминания из твоих прошлых жизней, думаю, ну надо же, там что-то было связано с Сорионом. Я вот не помню, ты не можешь мне это стихотворение повторить? Оно стихотворение такое интересное. Мы собрались как-то своей группой и посмотрели, как что и в поясе Ориона находятся розовые планеты, так называемые. И вот наутро мне пришло стихотворение. Посланник с Ориона явился мне во сне Три розовых планеты Неся в своей руке Планеты Хризантемы Несказанной красы Из космоса далекого Земные мне горы. Ах, наша-то галактика, Ах, наш-то млечный путь На дом, где души родятся, Так хочется взглянуть. Теперь мы все земляне, И путь Земли Слит с нами, Слит, сплавлен воедино, И все мы вместе Сила сияющей любви, Задачи воплощения Решаем здесь Все мы Отец родной, Любимый, Ты нас благослови. Потрясающе. Стихотворение пришло на рассвете, оно просто идет, это прям вот уже складывается. Я просто встала, его и записала. То бишь ты даже, ну это как ченнилинг получается, да, тебе просто послали, вдохновение, кто-то вдохнул. Вдохнул, да. Ты не мучилась. И он только в таком стиле все вот стихи. Ну да, он похож на белый стих, а еще вот листы сада Мории, там тоже вот частично надиктованы или не Ваня Нерерих, они ведь тоже не складные, что Махатма Мория ей посылал. Ну вот что-то вот такое пришло, и я вот на периоде, то есть ты считаешь, что некоторые души родятся на Орионе, да? Ну, ой. В общем, скажи, я не знаю, мне сказали, я записала. Я так не знаю. Я просто, просто вот этот момент, ах, наш, это галактика, ах, наш, это Млечный Путь, на дом, где души родятся. Так хочется сгниться. У нас же своя Родина есть, где души родились. Ведь туда же мы стремимся. И я вот в этом периоде, я вся плакала. Я рыдала, я рыдала. Я потом его не читала, не читала. У меня потом прошло, всё нормально. Я потом долго искала. Ты уехала. Тогда вот мне рассказала это стихотворение. Я искала, искала в интернете розовые планеты, Орион, Хризантема, дом, где родятся души. Да. Меня это тоже очень впечатлило. Да, и это прям, ну вот, так, не знаю. Развоплотимся, узнаем. Да, кстати, давайте там встретимся. Место встречи, извини, нельзя. На Орионе встретимся. Развоплотимся, узнаем. Полетаем по розовым планетам. Да, у тебя, у меня это будет. Ладно. Смотри, вообще, проси. Я не под кокосом сидю. Да, ты главное смотри, чтобы тебе не под кокосом сидеть. Ну да. Мама, Мама, Мама. Хорошо. Вчера две собачки были, как Инь и Ян. Сейчас сидели две кошечки. Но черная ушла и нарушила мне всю мировую гармонию. Надо было сидеть в обнимку. А тут я не заметила, малыш, вот этот вот. Это подошла к нему, лизнула два раза, исполнила материнский долг. Решила, что она его умыла и пошла сама дальше умываться. Вот маменька модница. Иди к маме. Скажи, мама, ну поухаживай за мной. Глазки вон у меня не очень. Сам грязненький. Помой меня. Как мне нравятся такие кадры, когда на первом фоне кокосики, пальмы, а на заднем океан. Готовы? Готовы. Все помнят, что у нас сегодня миникюр будет? Я. Ага, я взяла лак. Я взяла жидкость для снятия лака. Молодцы. Все готовы. Так, ну что, в путь? Пальчики записывали. Вот еще, даже вот совсем не видный цветочек. Посмотрите, как хозяин украсил. Это ж надо вот с утра вот этот воинг, шатрий разложил цветы вот на маленьком таком кустике. Вот мне это очень нравится. Котенок, мать у тебя несуразная какая-то мать. Ну да, ему приходится самому вон и ногти себе грызть. Ну не плюшивый. Как же не плюшивый. Обязательно плюшивый. Ты меня не пугай. Ну, во всяком случае, блохастый. Ну, блохастый, да. Ну, смотри, если не в Нирване, однако. Все в Нирване, все. Хорошо. Хорошо. Все вон, видите. Давай. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...